всем привет и это снова дионис афоничев меня очень часто спрашивают что такое карма и почему в нее нужно верить и поэтому я решил сделать это видео хочется сразу сказать что карма это не какой-то религиозный догмат чтобы выбирать верить в него или не верить закон кармы это самый что ни на есть научный принцип причинно-следственной связи на котором зиждется вся научная отрасль если вы засунете руку в огонь вы обожжетесь вне зависимости от того верите вы в это или нет так любые наши поступки имеют свои последствия а то что происходит с нами сейчас это также последствия прошлой деятельности это и есть карма ответственность за совершенные поступки кармические связи сохраняются в тонком теле человека и поэтому и после смерти и в последующих рождениях живое существо продолжает пожинать плоды своих прошлых поступков именно сейчас в данный момент мы получаем плоды своего прошлого и создаем свое будущее все в этом мире взаимосвязано и совершенно глупо совершив неправедный скверный поступок надеяться что в будущем нам ничего за это не будет вот такой пример если вы ударите человека и он тут же ударит вас в ответ вы же не спросите у него за что но если вы ударите человека а он не сможет или не захочет вас бить в ответ а на следующий день вам на голову упадет кирпич то знаете это и есть тот самый ответный удар многие люди постоянно спрашивают у вселенной за что почему но им и в голову не приходит что их судьба это всего лишь совокупность последствий всех их прошлых поступков за многие многие жизни слово карма переводится санскрита как деятельность и существует градация из трех видов деятельности первый вид это карма здесь предполагается именно положительная деятельность соответствии с законами природы которая приносит приятные плоды и увеличивает наше благочестие второй вид и карма это неблагочестивая деятельность против законов природы которая приносит в будущем одни страдания и третий вид деятельности самый предпочтительный это а карма деятельность которая не приносит никаких материальных последствий это есть духовная деятельность в отречении от плодов для совершения а кармы нужно научиться бескорыстному любовному служению богу именно этот вид деятельности освобождать живое существо от тисков материального существования и так с вами был дионис афоничев ведите себя хорошо подписывайтесь на наш канал я обещаю что это действие принесет вам очень хорошие и благоприятные плоды в будущем так как я буду рассказывать еще много много всего полезного и интересного ставьте лайки делитесь этим видео на своих страницах в соцсетях желаю вам всего самого лучшего до встречи а а а а и и Продолжение следует...